Это уже седьмой семинар совещания, который проводится департаментом потребительской сферы и регулирование рынка алкоголя Краснодарского края совместно с представителями Роспотребнадзора. Во всех муниципалитетах края идет масштабная проверка выполнения 15-го федерального закона. Он запрещает реализацию табачных и алкогольных изделий несовершеннолетним. Кроме того, продажи сигареты спиртного может вести с ним ближе, чем в 100-метровой зоне от учебных заведений. У нас проведено обследование в 29 муниципальных образованиях по Краснодарскому краю. На данный момент у нас проводится обследование по муниципальному образованию в городе Краснодар и в городе Сочи. То есть с 12-го числа у нас было проведено первое информационно-техническое наблюдение по городу Сочи. Были определены, выявлены, естественно, факты. Но хочется сказать, что в принципе по городу Сочи ситуация, конечно, она требует улучшения, но сказать ее катастрофическое тоже не назовешь. Если в целом по краю приходится до 80% нарушения, то в Сочи этот показатель составляет не выше 30%. Из семи выявленных нарушений пять нареканий проверяющих вызвал микрорайон «Бытха». Реализация табака и алкогольной продукции на улицах Ворошиловская и Сногорская ведется, игнорируя правила федерального закона. А значит, предпринимателям грозят штрафы до 150 тысяч рублей. В случае, если стометровая зона соблюдена, но за сигаретами приходит подросток, тут уже ответственность продавца-кассира. Им трудно продавцам. Закон-то есть. А как его быстро, эффективно, четко, вежливо, бесконфликтно реализовать каждый день, когда приходят иногда агрессивные и конфликтные покупатели. Вот это задача, над которой мы работаем с продавцами-кассирами. Как без конфликтов продавцу-кассиру разрешить проблему, когда подросток требует продать ему сигареты, этому учат на специальных тренингах. Будут ли полученные знания реализованы на практике, покажут в проверке торговых сетей. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.